Новые колокола появились у Александра Невского кафедрального собора Старого Оскола. Десятки прихожан и простых горожан стали свидетелями освещения и подъема кампанов на колокольню. Десять колоколов были изготовлены на московском колокольном заводе «Литекс». Общим весом более двух с половиной тонн. Новые колокола украшены узорами, иконами, надписями на церковно-славянском языке. Самый большой колокол весом 1280 килограмм посвящен покровителю Кафедрального собора, святому благоверному князю Александру Невскому. Второй благовест отлит в честь преподобного Сергия, и, как нетрудно догадаться, весит он 700 килограмм. Подзвонных и зазвонных колоколов по четыре в каждой группе. Именно они ведут основную мелодию и украшают ее своими переливами и разнообразными ритмическими рисунками. Чин освящения Кампанов совершил настоятель собора, протеерей Алексей Зорин. Кампаны сия, окропление воды сия священная, благодать ее все святаго Духа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стать свидетелем подобного события – большая радость, ведь смена колоколов происходит редко, иногда раз в столетие. Прежние колокола были установлены в 1991 году при настоятеле протеереи Василия Рачок. Кран в течение часа поднял колокола на соборную колокольню. Прихожане не расходились, пока главный благовест не будет водружен на подобающее ему место. В церковной жизни колокола имеют большое значение. Они не только призывают верующих к молитве и сообщают о праздничной или постовой службе, но и помогают христианам укрепиться в вере и благочестии, мужественно противостоять всем дьявольским наветам. А во дни природных катаклизмов способны по воле Творца побеждать и утешать бури, грады, вихри и громы. Так сказано в молитве на освящение Кампанов. Субтитры подогнал «Симон»